Сегодня в нашем городе выходят пять газет с общим еженедельным тиражом в 60 тысяч экземпляров. У каждой своя аудитория, но неизменно одно. Все они рассказывают об Анапе. Рождённая в непростые 90-е, тёзка курорта и сегодня на волне. Газета «Анапа» выходит два раза в неделю. Главное, что здесь удалось сохранить, по словам главного редактора, так это независимый взгляд на происходящие события. И наши журналисты великолепно с этим справляются. Мы слышим звонки от наших читателей, люди приходят в редакцию со своими проблемами. Мы их пытаемся разобрать, эти проблемы решить. И это доверие людское нам очень дорого. У Черноморки, которая входит в крупнейший в нашем городе медиахолдинг 39-й канал, схожая судьба. Начинали, как и многие, во время перестройки. Верный выбор редакционной политики в самом начале помог прочно занять место в топе самых популярных газет «Анапы». Были жаркие споры, как газету сделать интереснее. Мы пошли по нише, заняли совсем другую нишу, свою, никем не занятую. Это у нас сенсации, скандалы, журналистские расследования. Самые интересные новости – спорт, футбол, прежде всего, поскольку я фанатик, скажем так, местного футбола. Самые интересные новости – и, конечно, история любви, которая очень популярна у наших читателей. Старейшая газета «Анапская Черноморья». В феврале следующего года она отметит 100-летний юбилей. История этого издания – история самой «Анапы». Основателем и первым редактором был председатель «Ревкома» Павел Протапов. Сегодня на улице, названной в его честь, располагается редакция газеты. Два бывших руководителя – Василий Ткаченко и Марина Шапира – удостоены звания почетный гражданин города-курорта. Многократный победитель и призер всероссийских и краевых конкурсов. Коллектив «Анапского Черноморья» и сегодня с уверенностью смотрит в будущее. Впереди у нас юбилей, причем большой, 100 лет через год газете «Анапская Черноморья». Хотелось бы подойти к этой дате во всех отношениях подготовленными. Как с точки зрения экономики, так и с точки зрения киража, и с точки зрения качества газеты, полиграфического исполнения и так далее. Мы будем к этому стремиться и стараться, но с помощью наших читателей, которые остаются верными нашей газете на протяжении некоторых даже десятилетий, если не сказать большего, я думаю, что мы будем двигаться вперед. Каждая газета «Анапы» уникальна. У каждой есть свой верный читатель. Несмотря на все трудности, которые сегодня испытывают издания, они продолжают выходить, а их печатное слово – радовать хорошими новостями и помогать в трудную минуту.